Всех пламенно приветствую! И сегодня хотел бы сделать обзор вот на этот девайс, как я уже обещал. Это Vox Amplug Metal 2, как его, я видел, окрестили люди личинкой Терминатора. То есть первая часть тоже была очень хорошая, но вторая, на мой взгляд, намного мяснее и более функциональная. То есть что здесь есть? И вообще в чем здесь суть? Суть в том, что это маленький усилитель, который питается батареек и вставляется напрямую в гитару. То есть не нужно ходить на розетку искать адаптеры какие-то. Просто ходите по дому, хоть в туалете, хоть в кухне, хоть в ванной, и ни к чему не привязаны. В плане регулировок здесь есть громкость, тембр и гейн, но все как обычно для гитаристов. Плюс здесь есть Aux-вход, то есть можно, допустим, с телефона, или с планшета, или метроном можно в него пустить и, соответственно, зарубать уже вместе с ними. И, соответственно, в отличие от первой модели, то, что здесь появилась такая штука, не супер полезно, но, тем не менее, вот его можно так регулировать. И появились эффекты, но, на мой взгляд, они и так, конечно, просто больше для баловства. И он стал трехканальный. То есть здесь есть зеленый канал, оранжевый и красный. То есть первый был именно одноканальный усилитель. Ну и теперь давайте послушаем, что и как звучит. Итак, сейчас у меня включен зеленый канал на этом девайсе, и, соответственно, это должен быть как бы чистый, но, на самом деле, это не чисто, это скорее такой брейкап, или даже, может быть, кранч. Причем у меня сейчас гейн стоит на минимум, но, тем не менее, все равно, как видите, чистый из него так просто не получить. Только если, может быть, там суперслабый датчик, тогда, может быть, можно еле-еле трогать. Но, тем не менее, все равно получается такой хриповатый брейкап с точным не климом. Сыграем каком-нибудь чусик в мажоре, допустим. То есть, в принципе, ну такой. Где-то можно применить его, но это, конечно, не чистый. Теперь добавим какой-нибудь эффект. Эффекты мне здесь, как я уже говорил, не нравятся. Допустим, это хорус. То есть, хорус здесь, как бы, на грани детина. То есть, мне кажется, что один раз, но ты просто работал какой-то пожизненный нестрой. И, причем, настроить никак нельзя. Вот он есть такой вот нестрой вечный, и все. То есть, вот такой вот, такие фиксированные параметры хоруса. Звучит, конечно, стремно. Теперь посмотрим дилей. То же самое, настроить его никак нельзя. То есть, у него фиксированные настройки. Тем не менее, если вы хотите представить, что вы вертал в горах или в космосе. Я думаю, что вполне для этого подходит. Что касается ревера, тоже мне он совершенно не вкатил. Эффект какой-то гигантский ванной. То есть, как видите, достаточно такой мутный и с какими-то отражениями не очень вкусными. Теперь, что касается оранжевого канала. Вот он вполне уже... Такой достаточно плотненький. Сыграем какой-нибудь ретачок. То есть, достаточно такой кусачий. На нем я эффекты нигде гонять не буду, потому что, опять же, там все то же самое. Ну и последний канал, красный. Он, естественно, самый гейнистый. Вот уже фон пошел такой приличный. И здесь гейны, конечно, завалить. То есть, можешь застругивать всякие, там, знаете, плотненькие, что там играет с таким гейном. То есть, обычно такой гейн, конечно, не используют. Естественно, любые всякие поливания, заходят у вас. Любый элегантный фасад. Это все будет лететь. Поэтому девайс реально такой прям многофункциональный. Очень толковый. В маленькую коробочку запихнули. Очень много всяких толковых штук. Но, на мой взгляд, конечно, фейл с эффектами. И то, что нет полноценного чистого, тоже немножко маленький фейл. Вот как-то так. В общем, всем удачи. Играйте на гитарах. Успехов и пока.